Петроградский район Дресса, Динара, Ильич Да, повторьте повторную жалобу, что в течение трех часов не прибыли сотрудники ОМВД Петроградского района для принятия у меня заявления о преступлении Да, я вот сижу до сих пор на месте, три часа уже больше даже, три с половиной Спасибо Итак, сейчас на часах уже 23 часа 48 минут еще по-прежнему 8 сентября 2024 года последний третий день, по сути основной день выборов губернатора Санкт-Петербурга и муниципальных депутатов Мы находимся на улице Мира, дом 26 у входов на избирательном участке 16.31 и 16.33 куда я прибыл в 20 часов 10 минут для участия в процедуре подведения итогов на избирательном участке 16.33 в качестве члена ТИК номер 18 правом решающего голоса Вчера, практически в ночь на сегодня с этого избирательного участка подведомственного ТИК-18 был отстранен независимый член комиссии с правом решающего голоса Елена Авдеева отстранена она была необоснованна на мой взгляд незаконным решением Петроградского районного суда судья Ольги Тарасовой и по сути участок остался галеным никого из независимых членов комиссии которые могли бы проследить за соблюдением закона при подсчете голосов здесь не отсталось поэтому я приехал сюда однако сотрудник полиции заявил о том, что ему даны указания председателем участковой избирательной комиссии 16.33 меня суда не допустить в этой связи я вызвал наряд полиции он тоже не смог пройти в здание школы на избирательный участок но подтвердил принятое незаконное решение председателем комиссии в настоящий момент я ожидаю более трех часов прибытия суда представителю МВД России по Петроградскому району для подачи заявления о преступлении в порядке стати 141 Уголовного кодекса о воспрепятствии деятельности члена комиссии справа решающего голоса действиями председателя и сотрудника полиции никто сюда не приезжает по телефону сообщают о том, что ваша заявка находится в обработке но в это время за стенами идет подведение итогового голосования нам уже известно о том, что на многих участковых избирательных участках пропускают базовые процедуры подсчета голосов такие как подсчет по книгам избирателей а также подсчет самих бюллетеней производится с грубыми нарушениями избирательного закона ожидаем, соответственно, что результаты будут такими же аномальными, как и явка за последние три дня которая, по мнению многих независимых наблюдателей и членов комиссии явно не соответствовала числу прибывших на избирательные участки избирателей а, в 43-м отделе полиции закончился ремонт и он открыт для вас круглосуточно по своему прежнему адресу Мончегорская, дом 6 отдела полиции здесь нет это смешно Третья комиссия 1654 где утром вчера был обнаружен признак сброса а именно расположение бюллетеней в ящиках для голосования оставленных накануне вечером и утром существенным образом отличались на что обратил внимание член комиссии с правом лишающего голоса в эту комиссию меня пропустили это было в районе двух часов ночи Дверь мне открыл охранник документы проверили включая мои полномочия сотрудники полиции и проводили помещение для голосования где шел подсчет по выборам муниципальных депутатов Через 15 минут человек, который представился председателем без бэджи заявил мне, что я находиться в этом помещении права не имею и вместе с охранником набросился на меня применив физическую силу прямо на глазах у сотрудников полиции охранник мне стал заламывать руку в болевой прием предплечь а председатель грубо выталкивает из помещения для голосования а через какое-то время видя мое сопротивление сотрудники полиции остановили развивающееся насилие в этот момент случился новый конфликт когда председатель и заместитель бросились к моей сумке и заявили, что я украл ноутбук избирательной комиссии пытаясь при этом забрать мой ноутбук из сумки и другие личные вещи однако через какое-то время ноутбук нашелся в другом помещении к этому времени прибыл наряд полиции, вызванный мной а следом за ним приехал начальник полиции Петроградского района и неизвестные мне иные сотрудники полиции которые в том числе приняли у меня заявление о воспрепятствовании деятельности члена комиссии и превышении полномочий со стороны как председателя комиссии так охранника комиссии школы и сотрудников полиции следом последовали противоречивые заявления со стороны высокопоставленных сотрудников полиции начальник в звании полковника заявил, что его сотрудники обеспечат гарантии моего безопасного присутствия до конца работы комиссии а другой полицейский в звании майора пригрозил, что меня немедленно задержат в связи с этой угрозой я вынужден был покинуть помещение комиссии полагая также это воспрепятствованием своей деятельности в следующем году .' Продолжение следует...